Значит, в принципе, та же чечевица, в данный промежуток времени и роста сильно не отличишь, где красная, где зелёная, где чёрная, поэтому здесь можем подробнее посмотреть. Значит, честно говоря, за сколько лет мы занимаемся, это впервые столько осадков на данном этапе. Вот. Держи. Значит, смотрите, она у нас тоже, эта чечевица, она ветвится, вот видите, три у неё стебля, она должна ветвиться, на каждом стебле потом появляются цветы, вот она, видите, беленьким цветёт, это завязь, вот два, будет два бобика, значит, в каждом бобике будет, в лучшем случае, по одному зёрнышку, ну, в худшем два. Вот, поэтому, вот так она растёт, тоже сеется перекрёстно, в один, почему, потому что более распределяем по площади, площадь питания улучшается, ну да, чуть дольше получается сеем, но зато у неё распределённая площадь питания, это гораздо лучше. Сразу смесью сеять или отдельно? Какой смесью? Просто чечевицу сеем так, а потом поперёк. А, вот, овёс. Тут работала вторая сеялка, мы купили сеялку, вот эту, Воронежская ЗС-6, очень удобные мобильные сеялки, о них там вариаторный принцип регулировки нормы высева, и она, начиная от мелкосемянок, даже без мелкосемянного аппарата, способна высевать от трёх килограмм. Очень хорошие сеялки, мы её, вот А3 собирались купить, но, наконец-таки, купили мы её. Именно для чечевицы. Для чечевицы, для, этого, для люцерки. Ну понятно, мелкосемянная, так она как кровяная, да? Да, и так же же сеем, ну и просто будем сеять. Значит, что, чечевицы, чечевицы мы делаем, как саму чечевицу на проращивание, в том виде, как убираем её, видели там, да, стана, тёмная такая, потом мы её шелушим на зашвенке, потом из этой шелушеную продаём, как, в торговле она как идёт, как футбол, да, называют её, красная такая. Вот, потом, крупы делаем, крупу делаем из неё, и делаем из неё муку. Мука довольно-таки востребована, чечевица. Отделяете, это все как, да. В то он прекрасно деляется. Да, он и на петкусах отделяется, и в итоговое отделение. Сроки уборки одинаковые, или под чего-то подгадываете? Они же разные сроки уборки, овёс может высыпаться, чечевица не подойдёт. Мы, приоритетная культура чечевицы. То есть, чечевица подошла, мы не смотрим, созрел он, не созрел. Ну, если видим, что ему там день-два осталось, да, мы рискуем где-то потерять чуть-чуть чечевицы, но уберём две культуры. А для каких целей всё-таки смеси эти? Для поддержки, чтобы она не ложилась. Вот так. Чисто для поддержки. Как шпалера. Да. И она реально помогает, вы видите. Первые годы мы садили, она прикатанная была, и потом с ней такие проблемы. Половина урожая оставалась в поле. Вот, сейчас вот сеем. Два или три года подряд у нас получалось получить и овёс, и это. В прошлом году не получилось, но ситуация была такая. Разные строки созревания, да? Да. Ну, по жаре и чечевица. Овёс ещё не созрел, а чечевица начала разлучиваться. Начинала, и мы её свалили. Так вы всё-таки смеси сейте, овёс и чечевица мешаете? Нет. Или отдельно сейте? Ну, невозможно её смешать, потому что, вы же понимаете, разно по весу. Три, получается, сейлки созрели. В одном направлении работала одна сейлка, один след. На второй след пошла сейлка джундир, и тут же параллельно зашла сейлка с овсом. Два агрегата работала для ускорения процесса. То есть, три прохода, всё. Да, три прохода. А смешивать? Потом баранить. Или не было баранования? Катаем. Прикатали, и больше ничего не делали. А потом работают эти, биги. Биги опять работают. Сколько надо, сколько работает. Да, биги работают от трёх до шести-семи обработок. Потому что это, без грибецидов, без них не обойдёшься. Ну и прикатывание. Прикатывание такая операция, которая раньше мы... Вообще, как бы, прикатывание, да, сей не сев, казалось бы. Мы где прикатывание применяли? Мы применяли их на мелкосемянках, допустим, тоже просо, да? Сначала мы закатали, потом посеяли, потом опять катаем. Лён тоже самое. Катаем, сеем, опять катаем. Но с этой технологией мы уже перешли и на пшеницы. На сей не сев, поверьте. Даже поверхностная обработка. Вам рассказываю. Поверхностная обработка дискатором, даже таким хорошим, как рубин. При заданной глубине 3-5 сантиметров. Всё равно рубин 3-5 не сделает. Может сделать местами, в основном будет 6. Как пить дать. Первые осадки у нас проходят промокание почвы. В лучшем случае до 3 сантиметров. Так? Так. Но если мы посеяли первую пшеницу, возьмите себе на вооружение, попробуйте. Первую, если мы сеем по классике пшеницу, глубина 5 сантиметров, допустим. Но 5 тоже сложно поймать. Поэтому мы что делаем? Мы даже после того, когда, если мы где-то и пашем пшеницу, да, под пшеницу, мы её пашем сразу после комбайна. У нас заходит отряд комбайнов, заходит отряд обрабатывающей техники. Смахали, и следом идёт, у нас сразу идёт катки. Вот мы его закатали. И всё это стоит у нас до предпосевной культивации. Закультивировали, закатали. На 3 сантиметра мы сеем. Первый дождь пшеница в октябре, первый дождь раньше он не пройдёт, там 10-15 октября. Там у нас пшеница эту влагу схватила для того, чтобы ей поключиться и пустить первые корешки. А в ноябре дождь по-любому пройдёт. Катки какие? Кольщи-то шпоровые? Кольщи-то шпоровые тяжёлые, 10-метровые. Водоналивные не пользуются, лапки. Да где вы их вспомнили, водоналивные? По-моему, уже всё в металлоломе давно. Ещё есть. Ну такие вот дела. Поэтому операция прикатывания у нас одна из основных. Потому что без этого сейчас никуда. Всё меняется. Где-то к старому возвращаемся, где-то новое приходит. В общем, приходится комбинировать, вспоминать. Потому что молодые специалисты, кто приходит сейчас, они этого в принципе не знают. Их этому не учат. А то, что мы когда-то проходили, через колено сломались, с челерезами, помните, да? Но если она работала, эта технология только в Астраханской области. Нас пытались тут заставить этим работать. У вас глубина чернозёма большая здесь? Да, чернозёмы при Азовске. Ну глубина максимум до 60. Максимум. Так 40-50. А если будет 1,5 метра, что будет? Да продавать будем. А что делать? Немцам. Немцы всё купят. Вывезут всё. Так, всё? Всё. А не пробовали зомбировки в Севелке, если есть в Астраханской области, для кухов, для рассевания есть? Да. А не пробовали туда, если второй вариант, это вот овёс туда? Никаким чудом норма не выдержится. Никаким. Вообще. Пытались. Так всё-таки норма какая в Севелке? Здесь до 100 килограмм. А чечевицы? Чечевицы мы сеем 180 минимум. Потому что, вот мы там общались с коллегами по Волжье, они начали нас, поначалу мы начали заниматься, с ними там консультировались. Они нам так уверенно рассказывали по 60 килограмм, что они там сеют. Я смотрю, по Волжье вечно сгорает. Откуда 60 килограмм, я что-то ума не приложу себе. Мы не стали рисковать, мы сразу посеяли, как мы понимаем. Ну как пришественник или коллег. 60 килограмм? Так там вообще ничего не растёт. 60 килограмм. Что там убирать? 120, 180, вообще ничего не растёт. Да она сгорит. Там же... Наше счастье, когда плотность есть. Если есть плотность, есть сохранение влаги. Уже ж примеров масса. Вот идёте, пшеница, если там плотность стеблистой под 6 миллионов, там даже переживать не надо. А приди, где 3,5. Там если прозеваешь, ногу сломать можно. Конечно, всё, вся влага ушла. Ну как пришественник тоже хорошая, наверное, да? Чечевица? Это вообще золото. Это золото, да. Это саду. Это золото. Поэтому спельта и полба это такие культуры, что их ни в коем случае ни по пару нельзя сеять, ни по предшественникам по вот этим. Их желательно сеять по техническим. Лён, вот что у нас есть. Но вынуждены сеять и по этим. Поэтому она и вымахивает вот такая у нас. А, просто... Жирует она. Просто жирует. Рожь. Ей тоже это столетие не чечевица, не нужна ничего. Сама вырастет, да? Сама вырастет, да. Для чего они у вас полёг по дороге там перекормили? Это где? А вот проезжали мы сейчас. Сейчас? А, вот это? Тут сквозняк ветром повалил. Дождь был и ветер. Есть поля, где сквозняки такие дуют. Вот это, кстати. Вот это для посадки и вот до хуто. Это хуто раньше было. Вот эти весенние заморозки, которые были, помните? Вот эта вся полоса её вот так прихватила здесь. Прямо всё стояло рыжее. Сквозняк. Сквозняк. На сквозняке ближе к балочке здесь сюда. Так, а в какое время вы начали в этом году сеять? Так как в поле зашли. Ну, приблизительно. Март, апрель. Да, наверное, середина-конец марта было сыро, дожди были. Холодно было. Выхватывали денечки и сеяли. Да, было так, чтобы посеяли, встали. Неделю не сеяли, потом заходили сеять. И самое главное, всем советую, вся почва должна быть выровнена в осень, как минимум дважды закультивирована. И весной никаких почвообрабатывающих орудий в поле не должно быть. Ни в биво, ни в интенсивке, ни в чём. Оно всё закультивировано, сразу выходит сейлка. Сорняков там нет, поверьте мне. Заходим и сеем сразу. Экономия влаги самая главная задача сейчас у нас. У всех должна быть. Если экономите влагу, что такое культиватор? Там сейчас с гектара улетит до 70 тонн воды. Это вы рассказываете про те культуры, которые... Про все, про ячмень, про подсолнечник, про всё рассказываю. под подсолнечник... Под подсолнечник... Уже у нас даже наш опрыскиватель метр восемьдесят клиренф, он уже не заходит. Это уже другая тема, не органическая. Так, ну хлеб пробуйте. Тут у нас какой хлеб? Катя, ты иди. Есть, есть. Что за хлеб? Рассказывай. Расскажи, что у нас тут есть. Это у нас швейцарский из полдана ржаной. Может? Кто-то хочет попробовать? Сейчас порежем. Давайте, режьте. Это вот красивый такой? Да. Это у нас в русской печи мы печем, дровяная. А, ну а були не разрезали. Давайте сделаем. А там... Вам тоже разрезали. Вы опоздали, там разрезали. Вы, наверное, раньше съели. Значит, смотрите, мы делаем из красной чечевицы, это вот на другом поле, делаем вот такие хлопья. Это 8 минут, кипятком залили, они быстро приготовлены. Дальше следующее вот тут посмотрим. Это вот новая культура черная чечевица мы начали выращивать. Она тоже идет. Крупы на плот, если идет. Ну, это в основном в хорику идет, клиенты есть. Это крупа из красной чечевицы, это не шелушеная красная чечевица, коричневая, видите? Дальше идет мука из красной чечевицы, это уже шелушеная красная чечевица, там лен, и у нас еще есть белый лен. Белый лен, можете попробовать, он очень вкусный. Да, это шелушеная, а вот не шелушеная. Смотрю. И белый, вот белый лен дальше, все вкусно. Можно разобрать? Так, для вас нет ничего вкусного. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе.